Тем временем аналитики Американского института изучения войны говорят, что российский диктатор все чаще выражает антиизраильскую позицию. И вот такое решение России публично обвинить Израилевой дестабилизацией мирных перспектив на Ближнем Востоке и угрожать Израилю такими разными опасными последствиями, они демонстрируют растущую готовность России, пишут аналитики, публично присоединиться к Ирану. Вот на фоне всех этих углублений российско-иранского военного сотрудничества. Как думаете, здесь возможно создать другой союз? Мы знаем, что сегодня Запад цивилизованный, демократический, против диктаторов, против России в частности, пытается сегодня помочь Украине в том числе. Но что можно сделать против этого союзничества России и Ирана? Ну это союзничество уже есть. То есть, Россия это была первая страна, куда делегация Хамас приехала после атаки на Израиль 7 октября прошлого года. Это была первая страна, куда официальная делегация приехала, была принята, были переговоры и так далее. Россия уже союзник, прочный союзник Ирана и всех его прокси. Россия уже выразила глубочайшее возмущение ликвидацией Исмаила Хани, главаря преступной организации Хамас. То есть, Россия строит террористический интернационал. Это не новость, это известный факт биографии Владимира Путина и возглавляемой им террористической организацией под названием Российская Федерация. Ну вот, собственно говоря, все. Я не вижу здесь никакой новости, я не вижу здесь никакой возможности этому как-то помешать, кроме как уничтожение вот этой террористической организации под названием Российская Федерация. Других вариантов нет. До тех пор, пока РФ будет существовать в нынешнем формате, до этих пор будет поддержка терроризма по всему миру, включая, так сказать, Хамас, Хизбалу, Яминских хуситов, значит, Талибан и прочее, прочее, прочее. Так что я думаю, что здесь надо уничтожать источник зла, а не его последствия. Также журналисты замечают, что накачанное триллионными расходами на гособоронзаказы и выплаты воюющим в Украине солдатам, все же российская экономика, похоже, подходит к точке надлома. И хотя сегодня оборонные заводы, как пишут журналисты, продолжают в три смены штамповать бомбы, танки, а регионы один за другим повышают бонусы для контрактников, все же темпы роста начали резко замедляться. Но мы видим следующее. Путин помогает, например, экономике Северной Кореи взамен на что-то, мы знаем даже что, оружие, которое может применяться, боеприпасы в Украине. Вот здесь как-то то, что говорят экономисты, то, что говорят журналисты, которые ссылаются также на данные Росстата, и то, что делает Путин, совсем расходится. Все же, где доля правды, как можно узнать и почем можно узнать, что уже остается плохо, или сегодня уже на грани кипения, или, как говорит Набиулина, перегрелась экономика. Но мне кажется, что в России пока этого люди не чувствуют, не знаю. У Набиулина ведет свою войну с теми, кто постоянно на нее кричат, ругаются. В частности, это российский телевизор, который с утра до вечера поливает ее грязью и говорит о том, что Набиулина не понимает, что идет война. И поэтому надо ключевую ставку снижать, надо не бороться с инфляцией, а все больше и больше денег давать кредиты военно-промышленному комплексу и так далее. Ну, то есть, на самом деле, Набиулина, с моей точки зрения, является тем человеком, вместе с Силуановым, естественно, с министром финансов, является тем человеком, который удерживает экономику России от краха. То есть, она является, на самом деле, более опасным человеком для Украины, чем многие военные генералы. Потому что она удерживает, действительно, экономику России. И я не уверен в том, что прогнозы о том, что экономика России сейчас надломится, нет, этого не произойдет, этого не видно. Я не экономический эксперт, но, тем не менее, я вижу в целом ситуацию по России, как мне кажется, более-менее объективно. Никаких признаков надлома, краха, того, что экономика в клочья, нет. По статистике, зарплаты у людей растут, по статистике, опять-таки, никакого спада экономического нет. Да, на самом деле, понятно, проблемы есть, есть проблемы с перспективами, с будущим России. Потому что, на самом деле, из России уехали большая часть людей, которые в состоянии определять будущее. Программисты, ученые, огромное количество ученых уехало, предпринимателей. То есть, те люди, которые могут обеспечивать будущее России, они уехали. Это правда. Но настоящая Россия, на самом деле, совсем не в клочья. И Россия по-прежнему способна производить достаточно большое количество танков. У России есть проблемы с производством самолетов. Вот это исчерпаемый ресурс. А танков Россия по-прежнему может производить много. Россия получает от Северной Кореи достаточное количество снарядов. Россия получает от Ирана большое количество дронов и тех же снарядов, плюс еще и иранских ракет. Поэтому я совершенно не представляю себе, откуда берутся вот эти прогнозы, что Россия в ближайшее время рухнет. Нет, этого не будет. Плюс к этому у России есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На сегодняшний момент он просто покупается. Путин просто покупает пушечное мясо. Вот недавно уже было принято решение выплачивать каждому человеку, который подписывает контракт о мобилизации, 400 тысяч рублей, плюс еще как минимум 400 тысяч должны регионы заплатить. То есть это 800 тысяч просто единовременно каждый человек получает в свое распоряжение. Ну а некоторые регионы выплачивают и по 2 миллиона. То есть это на самом деле огромная сумма для большинства россиян. Никогда в жизни там житель какого-нибудь региона депрессивного в жизни не держал в руках такую сумму. Эта сумма достаточна для того, чтобы оплатить первый взнос в ипотеку и так далее. А в некоторых случаях просто и даже в отдельных регионах можно за сумму в миллион и какую-то небольшую квартиру купить. Но опять-таки это конечно не Москва, не какие-то другие крупные города. А в небольших городках это можно. Поэтому я думаю, что это обеспечивает поставку пушечного мяса на фронт. И поэтому я думаю, что рассчитывать на то, что сама по себе экономика России рухнет, или там у Путина исчезнут ресурсы для продолжения войны, я бы не стал. Пока экономика России держится, мобилизационный ресурс есть. За деньги Путин может бросать все новые и новые десятки тысяч людей на фронт ежемесячно. По крайней мере там в размерах 20 с лишним тысяч ежемесячно на фронт бросается нового пушечного мяса. И это может продолжаться годами. По крайней мере пару лет точно. Продолжение следует...